Будем повторять ошибки некоторых армянских бизнесменов, которые, как говорят, превратили Нагорный Карабах в гранильный цех. По непубличной огранке алмазов. Неофициально. Почему? Одна из причин, почему Армения не признала Нагорный Карабах. Да поподробнее расскажите. Ну, это опять-таки свечку не держал. Это гипотеза. Это гипотеза. Скажем корректно. Нагорном Карабахе были довольно значительные цеха по огранке алмазов. Не публичные, не очень легальные. Теневые. Скажем так. Не будем бросаться громкими словами. Если бы Армения признала бы эту территорию своей или независимым государством, Армении пришлось бы как-то относиться к этой практике. Ну, а рынок довольно конкурентный. И, в общем, ей стали бы предъявлять серьезные претензии за это. Это, кстати, одна из причин, почему все так толерантно отнеслись к действиям Азербайджана. Потому что очень многим корпорациям, как можно предположить, эти, в общем-то, алмазы стали довольно сильно мешать на падающих рынках. Поэтому можно, конечно, скучаться над армянскими властями, что что ж вы визжите, когда вы сами не признали Нагорный Карабах ни своей территории, ни независимой республикой. И, в общем, это неприлично. Но я допускаю, что у этого была реальная конкретная причина. Они не хотели за это отвечать. Логично.